Черная неделя для Одессы и Одесского региона продолжилась в выходные. К воскресенью, 8 декабря, официальное количество жертв увеличилось до 10. Как вы знаете, в конце субботы, вечером субботы, нашли еще два тела, в воскресенье утром еще два. В субботу вечером в еврейской больнице скончался герой-спасатель Сергей Шатохин, которого похоронят во вторник в родных городеницах. Итого количество жертв достигло 10. К зданию постоянно приходят люди, несут цветы, не только друзья, знакомые, близкие. Это одесситы, которые даже не знали сотрудников колледжа, людей, которые работали в учреждениях, находившихся на Троицкой, 25. В этот же день, воскресенье, 8 декабря, как вы знаете, показом президента Владимира Зеленского, день объявлен общенациональным трауром, отменены все развлекательные, веселительные мероприятия. Это понятно, это вполне разумно. Также в воскресенье на место трагедии приехала правительственная комиссия, во главе с Алексеем Гончаруком, с премьер-министром. В районе двух часов Гончарук в окружении депутатов, народных депутатов городского областного совета, разумеется, представители обл. администрации, посетил место пожара разрушительного. Его визит, насколько мы видели, экскурсия не были долгими, после чего Алексей Гончарук уехал на сокрытое совещание в обл. администрацию. Но основные тезисы были высказаны премьером, членами комиссии, сопровождающими лицами на брифинге, который предлагает основные тезисы вашему вниманию. Уряд в пятницу еще собрался на надзвичайное заседание, створил урядовую группу, комиссию, которая начнет работать в Одессе с второго года. Почему с второго года? Потому что сейчас продолжается это разбирание завалов, и мы еще надеемся на то, что шесть людей, доля которых остается невидома, еще каким-то дивом остается живым, и их удается найти и врятовать. Хотя, конечно, эти шесть людей, они, скорее всего, тоже в этой буднике, и мы сейчас делаем все необходимое, все зависит от нас, чтобы их найти. Особенно я принял сегодня решение, мы провели на Раду с всеми коллегами, и было принято решение про то, чтобы звольнити керевника Департаменту освіти областной державной администрации. То есть, человек, который отвечает за такую учебную часть в области, она там с певных причин не справилась с этими обовязками своими, там не были оформлены документы необходимые для того, чтобы колледж нормальным чином мог финансироваться на капитальные выдатки. Так само я сегодня вернулся до керевництва Державной службы надзвичайных ситуаций, для того, чтобы отсторонить, а потом и звольнити керевника Одесской ДСНС и, соответственно, заступника, который отвечал за профилактику. Потому что, очевидно, держава должна спрямовывать свои ресурсы, усилия на то, чтобы таких трагедий не произошло, а не на то, чтобы потом героически долать эти жахливые последствия. Мы должны поблагодарить все героические усилия всех сотрудников службы. В первую очередь, конечно, МЧС и всех других служб, которые сегодня работают круглосуточно над тем, чтобы ликвидировать последствия этой ужасной трагедии. Обязательно хотел бы поблагодарить волонтеров. На самом деле волонтеры играют ключевую роль, в том числе, в ликвидации этих последствий. И сегодня нам очень непонятно был какой-то неясный конфликт между участниками этого штаба. Волонтеров одних куда-то оттесняют, вторых каких-то заменяют. И мы можем прогарантировать. У нас, как у депутатов есть, здесь наших депутатов в Одессе хватает. И мы прогарантируем о том, что всем волонтерам будет обеспечен беспрепятственный доступ к штабу и к тому, чтобы они могли реализовать необходимую помощь всем пострадавшим в этой трагедии. Затем мы будем, уже коллегиально наше решение, что мы всей фракции будем обращаться в офис президента по поводу предоставления поданья на статусу героя Украины, погибшему спасателю МЧС, а также преподавательнице, которая несколько групп самостоятельно вывела, наибольшее количество людей спасла, но, к сожалению, сама погибла. Алексей Валерьевич также дал поручение наградить разного вида внутренними межведомственными наградами о том, что всех участников этой спасательной операции. Но я хочу все-таки вернуться и сказать вам, помимо того, что мы должны... Мы хорошо спасаем, мы проявляем героизм, однако героизм мы проявляем только потому, что до этого была целая серия халатности, невыполнение своих служебных обязанностей, игнорирования полного всех нормативных уже существующих актов. Мы знаем о том, что сегодня есть проблемы и существующая низкая ответственность. Мы будем работать над законодательным блоком инициатив о том, чтобы повысить существенно всю ответственность должностных лиц, потому что сегодня, если кто-то сильно не хочет выполнять никакие требования пожарной безопасности, они могут в судах годами эти дела держать, а в КЦ могут просто заплатить штраф 51-170 гривен и, в общем-то, абсолютно полностью избавиться от ответственности в случае, если никто не погиб. Стосовно кубов життя, хочу сказать, что у нас недостатня их количество, но после наших ретельных анализов, после общения и изучения опыт наших партнеров из Европы, можно говорить про то, что эффективность таких засобов по ретунку не достаточно высокая, но, конечно, на сегодняшний день мы говорим про то, что подраздели службы из надзвичайных ситуаций такими, такими засобами по ретунку практически не забезпечен. У нас на сегодняшний день есть 5 кубов життя, которые находятся в разных областях и находятся в штатном розписке. Я хочу с уверенностью всем сказать, и это точно, что уровень обеспечения подразделей ДСУ из надзвичайных ситуаций щоречно возрастает. Да, у нас есть проблемы, но они не настолько критичны для того, чтобы говорить, что у кого-то нет берцов или еще что-то. На сегодняшний день особовый склад обеспечен всем необходимым, минимально необходимым для того, чтобы выполнять свои завдания эффективно. И про это сегодня говорят все, и волонтеры, и представители местных органов власти, что ретунки на сегодняшний день делают все возможное, и делают это высокопрофессионально, эффективно и качественно. Бюджет службы щоречно возрастает, и в том числе и на наступный год предбачено увеличение бюджета, что даст возможность нам иметь лучшую технику, новую технику, иметь ее больше и так далее. Следите за последними событиями. Работать спасатели не останавливаются. Около 200 человек, несколько десятков единиц техники. Все работы, на мой взгляд, будут закончены еще не скоро. Нужно извлечь все тела, которые находятся под завалами здания. Виталий Хемий, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин